Победа Играть серебряный матч кристаллическим довелось против «Авангарда». Соперник колючий, ершистый. Еще недавно заводчане удивляли всех победами над лидерами сезона – Мобирейтом, ПСК и Симбирском. Правда, тут же теряли очки в битвах с аутсайдерами, промресурсом и «Динамо». Поэтому начали команды очень сдержанно. Минимум моментов, максимум внимания в обороне. Тренеры тщетно пытались найти голевые комбинации. Но к концу тайма команды взбодрились и порадовали голами. Первыми отличились претенденты на медали. Юрий Николаев отпасовал на Арефьева, тот в борьбе с защитником скинул мяч на Александра Кузнецова, который в полном одиночестве, не без удовольствия, вкатил мяч в ворота «Авангарда». Правда, долго радоваться кристаллу не довелось. Через пять минут Константин Ковришкин удачно подставил ногу после дальнего удара Дмитрия Романова. Наверное, психологическая игру все равно был. Хотели завивать серебро, поэтому закрепощенные были слегка. Одним из немногих, кто не поддался эмоциям и не закрепостился в составе кристалла, оказался нападающий Денис Панфилов. За 30 секунд до перерыва он сотворил настоящий голевой шедевр. Подработав мяч себе грудью, ударом с лета форвард точно пробил под перекладину. 2-1. Кристалл снова вышел вперед. Это же игра все-таки за медали, и поэтому кураж тут по-любому присутствует. Этот кураж от Панфилова, похоже, передался и Загородникову. Второй тайм он провел просто безупречно. Дважды соперник получал право на дабл-пенальти, но оба раза голкипер не дрогнул. А за три минуты до финальной сирены спас свою команду от неминуемого гола. Казалось, что Константин Ковришкин после скидки Павла Рыбкина бил наверняка, но Страшворот непостижимым образом остановил мяч на самой линии. После такого Кристалл не имел права проигрывать и довел встречу до серебряной победы. 2-1. Чувство гордости за ребят, за команду. За то, что девиз один за всех и все за одного, и не просто слова. Мы доказали делом, что именно так оно и есть. 17-е место традиционного четвертого. В заключительном туре лучший бомбардир суперлиги Игорь Ахмешин из клуба ПСК «Платон» поменял игровой номер. Болельщики терялись в догадках. Зачем он это сделал? Предлагалось много версий. Говорили даже, что форвард хотел стать легендой номер 17. На самом деле в этом нет ничего такого. Просто у нас два комплекта форм, и в белой нет четвертого номера. Не более. Для Ахмешина и его партнеров заключительный матч чемпионата тоже из разряда. Быть или не быть. Победа и ничья гарантировала футболистам с солнцем на груди бронзовые награды сезона. Апогей сезона нашего. Даже интереснее будет в такой игре. Обыграть их. Ребят, достойны мы третьего места, значит мы выиграем. Если не достойны, ну, как бы, все зависит от нас. Мы сильнее однозначно, ребят. Давайте друг за друга подружнее революбируем. Да, 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 давайте, партнеры! Играть медальный матч ПСК выпало против действующего чемпиона Симбирска, который в прошлом туре потерял из-за удалений Латчинова и Лапшина, но снова приобрел братьев Рахмановых и Валерия Захарова. Мотивацию потеряли, но настрой всегда был. Ну, чуть где-то не везло. В сегодняшней игре с ПСК, ну, были моменты, выручил у них воротарь. Не шел мяч в ворота. Бывает такое. Сам Красильников также до поры до времени выручал немотивированный Симбирск, но в итоге не смог провести сухой матч. В концовке первого тайма Эльдар Латыпов неожиданно пробил с носка и вывел ПСК вперед 1-0 после первого тайма. Побольше катаем мяч, забьем. Есть моменты. Андрюх, дорабатывайте, дорабатывайте. Насколько сил хватает, чаще меняемся. Чаще меняемся. В перерыве Красильникова в воротах Симбирска сменил Денис Андреев. Его надежности хватило только на 5 минут, а потом дальний выстрел Ромала Набиева и со скрипом, но мяч все-таки пересек линию ворот. 2-0 в пользу ПСК. Симбирск не был бы чемпионом, если бы вот так запросто взял и сдался. Капитан команды Андрей Манышев после сольного прохода один гол отыграл, а в следующей атаке получил суперпередачу от Дениса Рахманова. Оставалось только пробить в пустой угол, но капитан Горожан не забил. И тут же соперник провел голевую контратаку. В ее финале Ромал Набиев оказался с глазу на глаз с Андреевым и не без удовольствия вклотил мяч под перекладину. Дело было сделано. В концовке Максим Каправов забил еще. ПСК выиграл 4-1 и взял бронзу. Победа ПСК на Цимбирском сделала совершенно бесполезным. В заключительный матч чемпионата между теперь уже экс-чемпионом Мобирейтом и давно уже вылетевшим в высшую лигу промресурсом. МЧС победил 11-2. Хет-триком отметился Виктор Злыдырев. По дублю на свой счет записали Вячеслав Прибылов и Юрий Абдулхаков. Динамо, как ни старалось, не смогло обыграть погоду. Благодаря дублю Ивана Шишкина желто-синий выиграли 3-1. Единственная ничья в туре зафиксирована в противостоянии контактора и юниора 3-3. Таким образом, в итоговые турниры на таблице Сибирск давно уже первый. Кристалл – обладатель серебряных медалей. Платон ПСК после ударной концовки чемпионата – бронзовый призер. Мобирейт, напротив, концовку чемпионата загубил и в итоге остался вне пьедестала. А вот Штальбург, Динамо и Промресурс на будущий сезон остались вне Суперлиги. Право их заменить получат победители высшей лиги Платон ПСК-2 и Рэг Тайм Кап. Определилась тройка лучших и в споре бомбардиров. Самым забивающим стал Игорь Ахмедшин из Платона. В призовую тройку также вошли два форварда Мобирейта – Виктор Злыдарев и Вячеслав Прибылов. На этом чемпионат Суперлиги завершен. Однако сезон продолжается. В следующую субботу, 3 марта, в Фоке-Улгу четвертьфинала Кубка Суперлиги. У того, кто не удовлетворил своих амбиций, есть шанс это восполнить. А тем, кто взобрался на вершину, время доказывать закономерность своего успеха. Субтитры создавал DimaTorzok